Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где вы можете найти ответы на практически любые вопросы, советы и инструкцию, как же действовать. Также есть практики, ритуалы, настрои и медитации для достижения целей и инструменты для улучшения всех сфер жизни. Ну и помните, что на канале инструменты в помощь вам, пользуйтесь ими. Главный секрет – это многократное повторение. Каждую медитацию, настрой нужно слушать и смотреть как минимум 3 недели, а лучше и того больше. По той простой причине, что именно те инструменты, которые на канале, есть, конечно, и очищение, и избавление. Я бы, кстати, советовала первыми проходить практики на очищение и избавление от негатива и от страхов, для того, чтобы оно ушло и легче заходило то, что вы хотите достичь. А если вы берёте какую-то практику без очищения, берёт больше времени, чтобы заместить то, что вам мешает, на то, что вам может помочь. Поэтому я говорю, что каждую практику, каждый настрой, каждую медитацию надо многократно повторять. Они не длинные. Просто включаете и можете даже слушать их фонов. Да, есть видео медитации, которые надо и смотреть тоже. Но опять же, там такое количество уже есть и медитации, настроек и практик, что вы можете выбрать ту, которая вам подходит. Ну, а также я делаю практики и медитации на заказ. Если кого-то интересуют мои контакты в каждом видео и под каждым видео, вы можете обратиться ко мне, и я, соответственно, именно для вас создам практику, настрой или медитацию. Всё, ваш выбор. Ну и, конечно, ваш выбор, как жить вашу жизнь. Только вы, хозяин вашей жизни. Что предисловие длинное, ну, мне хочется, чтобы вы понимали, как работать над собой. Надо, наверное, снять ещё отдельное видео на эту тему, чтобы объяснить вам детально, как и что делать. Сегодня давайте мы посмотрим, что же останется в прошлом. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. А мы посмотрим, что же останется в прошлом, в самое ближайшее время. Ну, первое, что я могу сказать, в прошлом останутся все сомнения, в прошлом останутся перепады настроения, в прошлом останутся ваши реакции раздражения по этой карте. Ну и ещё что могу сказать, что в прошлом останется незнание, как идти дальше. Вот, что делать дальше. Неуверенность. Вот так я лучше скажу. Потому что из того, что я вижу, будут происходить события, в которых будет приходить определённое осознание и будет приходить переизменение вашего внутреннего состояния. Легкомысленность, которая мешала вам именно достигать чего-то, я вижу, что она уходит. И в то же время я бы вам советовала всё равно не относиться к ситуациям, особенно к ситуациям, которые не совсем вам нравятся с тяжестью. Я всегда же говорю, если вот я что-то себе поставила целью, я говорю, получится. Хорошо. Не получится? Всё-таки есть же ещё подсознание и Вселенная, которые видят больше, чем мы. Так что помните об этом. Что же ещё останется в прошлом? В прошлом останутся непонятные отношения. Отношения, в которых вы не знали, что происходит и что человек визави чувствует к вам. Опять же, это не значит, что отношения прервутся или вы их прекратите, или партнёр или партнёрша прекратят отношения. Нет. Уйдут непонятные ситуации. Всё будет предельно ясно, и вы точно будете знать, что же вам делать в этих отношениях, что же вам с этим человеком предпринять для улучшения. Ну, соответственно, конечно, для некоторых из вас это может быть... Опять же, это же только ваш выбор и ваше решение завершить отношения. Такое тоже может быть. Но это только вы можете решить. Ну, и тут я же уже смотрю, вижу, что вы сможете более аналитически подходить к ситуациям. И, соответственно, ваш анализ будет показывать вам, что же лучше для вас. Ну, и ещё одна карта. Что же останется в прошлом? Ну, а тут могу сказать, что в прошлом останется то, те ситуации, которые были раздуты. Они, знаете, как говорят, что из мухи делать слона. Вот тут я вижу, что в вашем ближайшем будущем, а может быть и сейчас, уже происходят ситуации, в которых вы паникуете раньше времени, делаете выводы раньше времени, раньше времени начинаете бояться. Ну, и, соответственно, эти выводы, эти страхи, это ваше отношение раздувает ситуацию до огромных размеров. Вот опять же, из мухи делаете слона. Перестаньте эмоционировать, говорят карты. И говорю вам я. Включите больше анализа. И, соответственно, выводы надо делать только, когда вы точно уверены, что у вас есть полная информация по ситуации, по отношениям, по работе, по здоровью. В любой сфере жизни это может быть. Никогда не раздувайте, особенно если это негатив, негатив, если это позитив, раздувайте его до небес, как хотите. Но из того, что здесь я вижу, и мы же говорим о том, что останется в прошлом, это значит то, от чего вы можете избавиться. И, соответственно, избавляйтесь и оставляйте в прошлом ваши страхи, ваше недоверие и вашу неуверенность. И помните, что только ваше внутреннее состояние может изменить любую ситуацию, даже самую патовую. Находите в любой ситуации позитив. И это возможно. Я уже точно это знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!